Борис Васильев. Советский писатель, драматург, сценарист, автор бессмертных произведений, вошедших в фонд русской и советской классики. Это прежде всего повести о «Зоре здесь тихие». В списках не значился. Роман «Не стреляйте белых лебедей». Борис Львович родился 21 мая 1924 года в Смоленске в интеллигентной семье. Его отец Лев Александрович Васильев – кадровый офицер царской, а впоследствии Красной армии. Мама Елена Николаевна Алексеева была из старинного дворянского рода, связанного с именами Пушкина и Толстого, с общественным движением народников. Мальчик увлекался историей и литературой. Эти два предмета с детства переплелись в его сознании. Позже семья штатного военного переехала из Смоленска в Воронеж, где Борис и учился. В школе мальчик играл в любительских спектаклей, а еще вместе с другом выпускал рукописный журнал. Беззаботные школьные годы прервала война. В 1941 году Борис Васильев учился в девятом классе. Детство закончилось в один миг. В 17 лет Васильев пошел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона. 3 июля 1941 года батальон Васильева был направлен под Смоленск, попал в окружение и вышел из него только в октябре 1941 года. 16 марта 1943 года во время воздушного десанта под Вязьмой Васильев попал на минную растяжку. Из тяжелой контузии был доставлен в госпиталь. После контузии Борис Львович оставил действующую армию. Осенью 1943 года он поступил в военную академию бронетанковых и механизированных войск имени Сталина, окончив ее в 1948 году. Работал по специальности инженером-испытателем боевых машин. Все эти годы литература и писательство манили со страшной силой. Война дала множество эпических картин и героических персонажей, которые так и просились на странице романов. В 1954 году Борис Васильев решился. Он уволился из армии в звание инженер-капитана и сделал окончательный выбор в пользу профессиональной литературной деятельности. Литературным дебютом и началом творческой биографии Бориса Васильева стала пьеса «Танкисты», вышедшая в 1954 году и посвященная смене поколений в армии послевоенной страны. Но спектакль, получивший название «Офицер» после двух пробных постановок в Театре Советской Армии в декабре 1955 года, был запрещен главным политуправлением Советской Армии без объяснения причин. После этой неудачи Васильев продолжает заниматься драматургией. Его пьесу «Стучите!» и «Откроется!» в 1955 году поставили театры Черноморского флота и группы войск в Германии. Васильев пробует свои силы и как сценарист. Здесь его работа дала щедрые всходы. По сценариям Бориса Васильева были поставлены художественные фильмы «Очередной рейс» и «Длинный день». А в 1971 году на экраны вышел фильм «Офицеры», получивший широчайшую известность. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед, но другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводная. Потом снова неудача. Первое прозеическое произведение Васильева «Иванов катер», как и пьесу «Танкисты», ждала непростая судьба. В 1967 году повесть была принята Твартовским к публикации в «Новом мире», но произведение увидело свет только в 1970 году. Что такое настоящая слава Борис Васильев узнал в 1968 году, когда в популярном журнале «Юность» вышла его знаменитая повесть о «Зоре здесь тихие». С этого года начинается долгое и успешное сотрудничество писателя с журналом «Юность». На его страницах впервые увидели свет лучшие произведения Бориса Васильева. Всего через год повесть о «Зоре здесь тихие» была поставлена на сцене театра на Таганке и стала одной из самых известных постановок 1970-х годов. А в 1972 году повесть была успешно экранизирована Станиславом Ростоцким. Потом еще две экранизации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К теме войны Борис Васильев обращается в большинстве своих произведений. Повести в списках не значился, завтра была война, рассказы «Ветеран», «Великолепная шестерка», «Вичье старичье», «Неопалимая купина» — все это Великая Отечественная война. Все названные произведения экранизированы, некоторые по несколько раз. Произведение «Не стреляйте белых лебедей» появилось в печати в 1973 году и сразу заняло особое место среди книг автора. Главный герой романа — «Егор Полушин», рядовой лесник, который вступается в неравную схватку с браконьерами, заверенную ему территорию леса. В результате Егор гибнет, как и лебеди, которых он защищал от злодеев. Вывод, которым подводит читатель Васильев — уязвимость добра, необходимость его защиты всем миром, а не в одиночку. Роман «Были и не были», увидевший свет в 1970 году, Борис Васильев посвятил своим предкам судьбе русской интеллигенции. В книге описывали события XIX века, русско-турецкой войны, в которой участвовали два прадеда-писателя. Еще одна грань творчества Васильева — «Исторические романы». В последние годы из-под пера Бориса Васильевича вышел целый ряд романов на тему ранней истории Руси. «Вещи Олег», «Александр Невский», «Князь Святослав», «Владимир Красносолнышко», «Владимир Мономах». Борис Васильев открыто выражал свою поддержку перестройки, а затем и новому режиму, который установился при Борисе Ельцине. В конце 80-х писатель стал депутатом первого съезда народных депутатов СССР, а вскоре он сдал партийный билет КПСС. И в 1993 году подписал письмо 42-х «Публичное обращение либерально настроенной интеллигенции к президенту с просьбой применить силу при разгоне Верховного Совета». В 2000-е годы Васильев повторно занялся общественной жизнью, заняв место в комиссии при президенте Российской Федерации по правам человека. 11 марта 2013 года, не дожив год до своего 90-летия, Борис Львович Васильев скончался в Москве. 14 марта писатель похоронен с воинскими почестями на Ваганьковском кладбище. 14 марта 2013 года, не дожив год до своего 90-летия, Борис Львович Васильев скончался в Москве.